Я, наверное, сначала немножко поспрашиваю, а кто про инкубатор вышки не слышал? Чем он занимается? А кто слышал, но так и не понял? Отлично! Тогда я сейчас... Ну, у меня не все будет касаться именно регионального партнерства. Я еще немножко вставил про то, к чему мы пришли спустя некоторое время, как мы сейчас работаем со стартапами. Для того, чтобы была какая-то контентная часть, которая наверняка будет вам интересна. Я знаю, что здесь уже присутствуют люди, которые это видели, в каком-то виде, но, надеюсь, не будет скучно. Немножко сначала скажу о себе. Так получилось, что я много где поработал, и кроме инфраструктуры, кроме инкубаторов, в том числе и частного, я был партнером венчурного фонда, то есть, отбирал проекты под инвестиции. И был основатель стартапа целых три раза, и сам получал инвестиции. Поэтому так получилось, что я все три страны, наверное, экосистемы знаю. С страны стартапа, из страны инвестора, из страны инкубатора или какого-то образующего элемента. Вот. Так, это я пропущу. И еще одну штуку, как я уже сказал, я вообще сам из региона, я из Астрахани. И до того, как перебраться в Москву, я там возглавлял и соосновал частную историю, называется это IT-парк-фабрика, инкубатор-лифт. Мы в регионе с нуля четыре года назад пытались сделать венчурную историю, создать конвейер венчурных проектов. И в каком-то виде это получилось. За два года нам удалось сделать так, что наши резиденты привлекли больше 300 миллионов рублей инвестиций. Это не государственные деньги. И это, наверное, опровергло депозит. Заодно, что в регионе, если, тем более, население там меньше миллионов, можно что-то сделать вообще. А переехав в Москву, я вижу, что процессы везде одинаковые. И совершенно не зависит, сколько у вас в городе живет людей, 5 миллионов или миллион, или 100 тысяч. Скорее всего, число предпринимателей везде одинаковое. И меры, которые нужно предпринимать, тоже везде похожи. Часто даже в регионе больше возможностей, потому что вы там одни. В Москве приходится конкурировать еще с десятками других организаций. Что касается инкубатора, ему уже 10 лет. Я пару цифр всяких выписал. Да, кстати, возвращаясь к той теме, что на вас не удалось привезти 300 миллионов, в Москве резидент инкубатора привлекли меньше денег за 10 лет. Есть независимый бенчмарк, называется UBI Global. Я вам рекомендую там поучаствовать, потому что очень хорошо раскладывает параметры вашего инкубатора на элементы, чтобы вы видели, где вы отстаете от кого-то, где вы очень крутые. Есть такой рейтинг, он будет через год проводиться, в следующий, в 2017 году. Рекомендую там поучаствовать, очень хорошо все это дело упорядочивает. И к чему я это все веду? К тому, что сначала затронуло, к чему мы пришли через год. Наша миссия изначально вообще не была никак сформирована. Когда я чуть больше года назад пришел в инкубатор, мы думали, что мы помогаем технологическим компаниям становиться больше. Когда мы решили осознать, что мы делаем, мы пришли к тому, что мы увеличим количество предпринимателей. Так мы прям зафиксировали свою миссию, и все, что мы сейчас делаем в инкубаторе, касается именно этой миссии. Мы смотрим на запрос, который к нам приходит, если он не касается этого, мы его откидываем. Мы смотрим на идеи, которые к нам приходят, если они не касаются этого, мы их откидываем. Сейчас мы сфокусировались только на этой части. Поэтому, например, мы сейчас в инкубатор не берем компании, если они уже большие. То есть если это большая компания, которая умеет сама продавать, мы, скорее всего, не нужны, мы не увеличиваем количество предпринимательников. И когда мы это все, ну, поскольку мы при ВУЗе, инкубатор, мы должны учитывать интересы ВУЗа, да, мы тоже миссию предложили, что мы даем студентам шанс попробовать себя в предпринимательстве, да, и мы увеличиваем количество успешных технологических компаний. Вот Даша для меня выступала, она говорила про фокус-фри, да, он касается только IT-проектов. У нас нет фокуса на IT, мы работаем не только с IT, у нас есть и производственные проекты, там, ребята подгузники делают, вот, но очень прикольные, инновационные, да, в хорошем смысле этого слова. Или, например, у нас есть специальное направление, вот тоже Даша упоминала про социальные предприниматели. Мы занимаемся социальными предпринимателями тоже. То есть нам не важно, в какой области проект сейчас делает бизнес. Опять же, глядя на историю тех команд, которые к нам приходили, мы поняли, что вообще неважно, с какой идеей сначала человек к вам приходит. 90% что он ее изменит, вот, и будет заниматься чем-то другим. И если он пришел с чем-то сейчас, там, не знаю, в сфере IT, не факт, что через 3 месяца он будет IT заниматься. И наоборот. Поэтому для нас важно сделать так, чтобы команды настолько прокачали, чтобы они были в состоянии делать самостоятельный бизнес. И как мы это дело все оцифровали, мы хотим, ну, в этом году мы поставили пенсовой план, это было в декабре, выпустили 100 команд в этом году. Тоже, чтобы было понимание, за предыдущие 10 лет инкубатор выпустил 87 команд. Вот. Если смотреть на цифру сейчас, мы выпустили 70 команд за этот год. Ну, за, вот, с января месяца. То есть, скорее всего, мы 100 закроем в этом году. Тот KPI, который мы сами представили. Но наш амбициозный KPI, это в 2010 году прийти к 1000 команд. И, собственно, поэтому я сейчас что-то здесь рассказываю. Зачем нам нужна в том числе и детская школа? Эти KPI, они не были спущены нам вышкой, но еще кем-то это то, что наша команда сама хочет делать. То есть, мы хотим делать так, чтобы в год появлялась как минимум 1000 компаний новых, и мы были к этому причастны. Естественно, мы не можем 1000 компаний выпускать самостоятельно, нам для этого нужны хорошие партнеры, в том числе в регионах. Даже не в том числе, а приоритетно в регионах. Вот, поэтому у меня есть там дальше к вам особое предложение, которое я попозже озвучу. Вот. Что касается самого инкубатора, у нас сейчас всего 7 человек работает. При этом, ну, вот, нам удается удерживать у себя сейчас 46 команд. Ну, в текущем наборе у нас 46 команд находятся. Нам удалось при помощи своих, в основном знакомств, собрать сети из более чем 300 экспертов, которые мы готовы шарить. Ну, в принципе, мы ими делимся. У нас не так много менторов, но это такая же тема, как в любом другом городе. У нас просто бизнесу 20 с копейками лет, да, и у меня есть поверье, что менторы еще не появились. Вот, поэтому у нас их всего 10, и возвращаясь к опыту Астрахани, у нас их тоже там было 10. То есть в любом регионе достаточно найти вполне 10 опытных предпринимателей, которые будут помогать проектам расти. Вот, у нас есть уже свои ассоциированные фонды и бизнес-ангелы. То есть, когда проекты дозревают, мы их заталкиваем туда, потому что мы видим отечку для себя, да, в том, когда компания становится размером 10 человек, мы считаем, что это уже не наш фокус, мы ее отпускаем дальше. Поэтому у нас есть следующая воронка, это акселераторы, инкубаторы и прочие, которые, ой, инкубаторы, фонды и прочие, которые помогают команду быстро вырасти и уйти от нас. Вот, и мы этим тоже списком готовы делиться, это вообще не секрет совсем. И мы проводим больше 100 мероприятий в год, у нас бывает неделя, когда мы по 4 мероприятия проводим, и часть из них мы проводим также в регион. Вот, что касается наших выпускников, ну вот, я набросал в какой слайде, компания, которая более-менее известная, вот из самых свежих, которые здесь есть, вот StatsBot, они у нас пришли в декабре, и, ну, буквально пару дней назад, да, может быть, кто-то из Фейсбуки видел из вас, что они попали в два топовых акселератора в Штатах сразу одновременно, и в долину, и в Нью-Йорк. Вот, за 6 месяцев они смогли пройти путь с нуля до попадания, ну, наверное, для российских стартапов это какой-то уже предел мечтания, да, попасть в долину, получить там инвестиции. Вот, также мы некоторые команды пропихиваем сюда, во Фри, проталкиваем всеми своими силами, потому что, опять же, как я уже сказал, мы работаем на стадии, вот, ранней, и нам не жалко отдавать дальше команды в следующие какие-то стадии. И наши партнеры, они не влезли на слайд, и мы этими партнерами тоже делимся. То есть, если вам нужен контакт в какой-то из компаний, которые сейчас есть на слайде, или, там, если вы зайдете на наш сайт, там будет еще какой-то список, мы готовы делиться контактами. Я знаю, насколько это тяжело бывает в регионе. То есть, когда нужно выйти, там, не знаю, на Киеве, да, то, ну, обычно это вызывает какие-то сложности. То есть, из-за того, как нельзя телефон, а до них там не доехать, не дойти и прочее, прочее, у нас эти контакты есть, мы можем им делиться. Вот. И еще одна штука, это вот уже касается немножко контента. Я пришел в инкубатор в марте прошлого года, и картина была не самая радужная. Было шесть команд, которые сидели в инкубаторе три года, и им инкубатор явно не был нужен. Только на вот решение. Сейчас у нас, как я сказал, 46 команд, и у нас входящий запрос превышает наши возможности по его удовлетворению. То есть, к нам приходит больше команд, чем мы можем обработать вообще в принципе. Вот. Что мы такого сделали, что у нас начало что-то получаться? Первая вещь. Я вот вчера, точнее, нет, вчера, сегодня у нас вторник, в субботу я был в Питере, там есть замечательный инкубатор, Ингри называется. Вот. Мы как раз эту тему с ними обсуждали, я не знаю, как у вас будет, потому что Ингри сказал, поскольку мы государственные, у нас есть куча всяких препонов, да, которые мешают нам работать, например, без какого-то договора, с какой-то командой. Но при этом мы вроде с ними нашли какие-то моменты, как это можно все провернуть. Мы ушли от концепции того, что мы ищем проекты. Вот это был самый большой сдвиг, который мы сделали. То есть мы сказали, нам все равно, что люди пишут свои заявки. Потому что на 90% там либо люди не умеют правильную мысль формулировать, и напишут все равно не то. Либо они потом придут в инкубатор и сделают совсем другое. Поэтому мы стали прежде всего обращать внимание на адекватность тех, кто к нам приходит. Просто, какой правильный момент, адекватность. То есть приходят люди, мы смотрим, они адекватны или нет вообще. Если адекватны, мы даем задачу, чтобы посмотреть, они что-то делать могут или нет. Вот. Мы стали искать людей. Вот. С проектов мы вообще переключились. Вторая штука. Мы много экспериментировали с образовательной программой. Я знаю, что практически в каждом инкубаторе есть своя образовательная программа. Изначально наша крутая образовательная программа была рассчитана на 40 часов. И мы встречались с проектами два раза в неделю, по три часа. Сейчас наша образовательная программа выглядит как два занятия по два с половиной часа. То есть 40 мы ужалили до пяти. И не поверите, эффективность никак не изменилась. Мы поняли, что на самом деле проблема в том, чтобы обучиться чему-то, у людей нет. Ну, достать знания. А вот проблема с тем, чтобы найти нужный контакт, у людей есть. Поэтому сейчас мы 90% вещей, которые мы делаем, это мы знакомим наши команды с другими людьми. С тем нетворком, который у нас есть. И мы этим нетворком, опять же, тоже готовы делиться. Третья вещь. Мы все любим играть в экспертов. И для себя мы сказали, что мы ничего не знаем, мы ничего не умеем. Если бы мы все знали и умели, мы бы, наверное, сейчас просовались в списке Forbes. Вот поскольку мы ничего не знаем и не умеем, мы ничего людям советовать не можем. Ну, мы не эксперты. Это тоже одно из решений, которые мы приняли. Мы не эксперты. И мы доверяем не тому, что у нас там в голове появляется круто, там какая-то интуиция, у вас, ребята, ничего не получится. А фактом. То есть, либо мы имеем какую-то историю, где мы знаем, что люди уже попробовали и вот те люди, которые к нам пришли, делают то же самое, и у них не получится. Да, либо пусть люди к нам придут, покажут свои цифрыки, тогда мы скажем, да, ок, у вас все получится, или да, ок, вам надо что-то поменять. Еще одна вещь касается, наверное, того, сдвига с обучением. Опять же, мы поняли, что 90% людей боятся. Это не проблема того, что у них там недостаточно образования, еще чего-то, они страшные просто какие-то решения принимают. И сейчас мы ведем себя как психоаналитики, мы садимся с каждым проектом и еженедельно пробываемые мозги относительно того, как же сделать следующий шаг, так, чтобы у них все получилось, что это совсем не страшно, что максимум, что вы потеряете, это неделю своей жизни. Так, да, мы стараемся все команды, которые к нам приходят, быстрее столкнуть с реальностью, познакомить их с людьми из отрасли, например, да, чтобы те им сказали то они делают или не то. еще одна штука. Я когда отучился в школе, было такое время, как ни странно, ну, я ее закручивал с медалью, но у нас в школе действовала система, когда учитель помогал слабым ребятам, да, добежать быстрее куда-то, а вот те, у кого и так все получалось, да, они такие были подзадрошены, но вот я в том числе был. Приходилось искать какие-то варианты, как же себя еще прокачать, да, а не сидеть и ждать, когда я стану слабым, чтобы мне помогали. Вот, мы тоже к этой штуке пришли, мы сейчас стараемся прежде всего помогать сильным командам, а слабые команды в виде этого сами себя мотивируют обычно, ну, либо отвариваются. Вот, то есть мы, вот сейчас у нас есть 43 команды, но мы знаем, что из них хороших 8. Вот, и мы помогаем этим 8 больше, чем остальным 30+. Вот, как я уже сказал, тоже то, что мы для себя приняли, идеи на входе вообще ничего не значат. Ну, вот, 90% случаев бывает так. Поэтому не важно, что люди написали в заявке. Да, и теперь я перейду именно к возможностям немножко. Да, вчера я тут рассказывал, чтобы вы поняли, что мы вообще делаем. Как я уже сказал, у нас нет четкого фокуса относительно того, к какой стадии проект должен быть. Да, и у нас нет никакого желания проекты вывозить из региона в Москву, у нас более того места для них нет. Ну, у нас, если вы в коротник наш придете, у нас сейчас люди на головах сидят, потому что у нас 350 квадратов, у нас 43 команды. то есть мы заинтересованы, мы не хотим, мне понравилась тоже эта фраза, прозвучала неделю назад в Сокгольме от моего одного знакомого, мы не хотим быть лидерами, мы хотим помогать другим вести команды куда-то. Потому что, как я уже сказал, наша команда, она заинтересована в том, чтобы тысяча команд появлялась у других сильных. И мы всячески нацелены на то, что мы масштабируем то, что мы делаем. И мы не хотим все это на себе нести точно. Мы не сможем это делать. У нас 7 человек. Теперь, что у нас есть для партнеров. Первая вещь, у нас есть чемпионат железный предприниматель. Мы его ежегодно проводим. Здесь есть Артем, вот Артем только что зашел, но, собственно, с вами со всеми коммуницировал. Он нас отвечает как раз за регионы. И мы ежегодно проводим чемпионат железный предприниматель. Это такая штука, чтобы выбрать сильных студентов, которые потенциально могут создать сильные команды. То есть это нетворкинговое мероприятие такое большое. Как это выглядит? Это похоже на кейс-чемпионат. Ну, это и есть кейс-чемпионат. Мы даем технологический кейс, обучаем людей тому, как рисовать канву, как правильно делать презентации, каким образом тестировать какие-то первые гипотезы, как исследовать рынок. И дальше команда за один час должна на основе той технологии, которые дали, придумать вариант продукта. Да, его просчитать, представить. Вот мы такую штуку проводим. У нас есть региональные этапы. Финал мы проводим в Москве. Это будет зимой финал. Мы выбираем, опять же, лучшую команду. В прошлом году лучшей команде мы дарили путевку в Сингапур. Ну, чтобы они поехали, посмотрели, что там еще творится. В прошлом году также участвовали... Ну, этот чемпионат, он такой, он не только российский, были команды из Казахстана, из Беларуси в прошлом году. То есть мы его стараемся делать таким открытым. Еще одна штука, вот тоже Даша говорила, да, про курс, который у Фри есть для боссов. Как и странно, мы такой же курс тоже сделали. Тоже немножко история. Мы его проводим каждые полгода. И так получилось, что в прошлом году из-за того, что мы не установили лимит, на него записалось 32 тысячи человек. И поэтому нам пришлось сделать онлайн-курс. Вот сейчас у нас есть онлайн-курс. Это порядка 8 часов онлайн-контента, разбитых по 15 минут. И методики, которые позволяют оффлайн-проектами работать. В пару цифрах у нас в прошлом году было 750 участников, реальных, из вот этих 300-200, 3000 регистраций. И из них получилось 56 проектов, из которых 6 мы взяли в инкубатор. Это вполне себе. Ну, я вам скажу про трудозатраты. Самая основная трудозатрата это было снять этот контент, на самом деле, и его смонтировать. Чтобы дальше этот курс работал, нам необходимо было проводить одну встречу в 2 недели с командой. То есть любому региону это точно по силам. На выходе появляется какое-то количество обменяемых проектов. Мы проводим ежегодно премию стартап года и опять же здесь для вас возможность, если вы знаете какие-то хорошие региональные истории, их подсветить. Это пиар-премия, то есть это не инвесторское какое-то там заседание, еще что-то, не инвестор. Мы туда приглашаем много СМИ и пиарим проекты, которые выигрывают. Так уж получилось, что практически каждый год большая часть проектов из региона. Поэтому если вы знаете какую-то хорошую региональную историю, вы можете ее через нас подсветить. Как Леша сказал, у нас есть отдельный общий трек для социальных проектов. Мы провели уже три набора, выпустили 60 команд. Сейчас у нас в наборе четыре команды социальные. Опять же, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что нет разницы в какой сфере команды работают. От этого меняется лишь набор экспертов, которые с ними общаются. Сейчас мы интегрируем вот этот социальный трек в наш основной трек. Раньше у нас это называлось социальным акселератором. Мы эту историю тоже готовы тиражировать в регионы, потому что знаем, что есть очень много именно местных и региональных проблем, которые можно решить при помощи технологий. Часто бывает, что эти социальные проекты также венчаные. То есть мы, точнее, не социальные проекты, мы ищем социальных предпринимателей. То есть это не разовая история, а они должны постоянно свое дело вести. У нас, например, в прошлом году была компания, называется Пыльца Клаб. Они делают мобильное приложение для лергиков. С одной стороны это социальный проект, но с другой стороны у них сейчас 180 тысяч пользователей. То есть даже среди таких проектов рождаются хорошие венчурные истории. Сейчас они как раз раунд получают. И у нас есть резидентская программа, я не буду рассказывать уже в рамках школы, поэтому не буду здесь ничего не рассказывать. Да, самая последняя вещь, то, что я обещал, десерт. Я этот слайд добавил буквально три дня назад, когда у меня мозги встали после того, как я съездил на этот саммит импубаторов, и немножко было время от текучки отличиться и подумать. Нам поступает большое количество запросов из регионов сейчас относительно того, чтобы мы каким-то образом поделились своими методиками. И вчера такой звонок был из Красноярска, и многие из тех, кто здесь присутствует, тоже нас об этом просили. Но поскольку у нас семь человек, нам сложно все бросить и обучать. Вот. Пока это тоже такая чисто наброски, мы хотим запустить отдельную штуку. Это программа, именно партнерская, для региональных инкубаторов, технопарков. Мы пока ее назвали стартап-нетворк. Это вот к тому, что я говорил, что мы не хотим быть лидерами, мы хотим другим помогать тоже. Мы хотим тиражировать наши практики, мы сделаем отчуждаемую историю, которую вы сможете у себя на месте проводить. Мы готовы, вот мы с Красноярска этот вариант уже порабатывали, приехать к вам на неделю, на две недели, чтобы на месте с вами попробовать детский форматор сделать и поработать с проектами, чтобы мы посмотрели, как мы сейчас это делаем. И опять же, вы можете приехать к нам сюда, чтобы посмотреть, как мы на месте работали с проектами. Пока какой-то план четких действий, он у нас в разработке находится. Я думаю, что к концу школы мне хватит сил, чтобы его добить. Что мы основную штуку, которую мы хотим сделать? У нас, как я сказал, есть свой опыт инкубации, он довольно эффективный. У нас есть ряд партнеров, я их показывал на слайдах, тот же самый Microsoft, Amazon и прочее. Мы готовы вас с ними познакомить так, чтобы они дали те преимущества, которые они дают нам, давали вашим резидентам. Например, Amazon дает 3000 долларов кредитов для компаний, которые у нас есть. Я такую же штуку получал в Астраханист. То есть, это не зависит от того, в каком регионе вы находитесь. На самом деле, я тоже хороше подспорив те команды, которые к вам приходят и говорят, показывают бизнес-план обычно, и там написано, нам нужно миллион рублей на сервера. А вы им говорите, а вот, смотрите, может вам сейчас 3000 долларов хватит? Попробуйте. Вот. Ну, плюс у нас есть всякие там юридические компании, партнеры и прочее. Мы готовы делиться вот этим партнерством с вами. У нас есть сейчас довольно хорошие контакты с другими инкубаторами, которые находятся на других рынках. Это Китай, это Финляндия, это Штаты и кто у нас еще? Сингапур. Ну, Израиль. Сиреново. Я бы не сказал, что вы можете туда приземлиться, поэтому не называю. Вот. Соответственно, если те проекты, которые сейчас у вас находятся внутри вашей резиденты, целят на эти рынки, мы можем дать вам возможность приземлиться им на тех рынках, которые для них сейчас являются целевыми. У нас для этого соответствующее партнерство есть, мы тоже это можем шарить. У нас есть специальное программное отечеяние, которое мы разрабатываем под себя, которое разрабатывали наши партнеры для того, чтобы автоматизировать рутинные операции, которые мы сейчас стартапами, точнее, сейчас уже не делаем, но раньше делаем. Там это автоматизация сбора заявок, экспертиза, отслеживание прогресса и прочее, поскольку, как я сказал, у нас 7 человек в компании 40+, нам пришлось это сделать, и мы этим тоже готовы делиться. Вот. И мы можем вам помочь с тем, чтобы на месте у вас практически с нуля программу такую выстроить. То есть мы готовы вас консультировать одоленно, очно и прочее. Я уже рассказывал, почему мы этим делаем. Вот. Поэтому можно меня в рамках школы по этому поводу дернуть и более плотно такие возможности обсудить. Вот. Тут еще раз мои телефоны, они в принципе есть в тетради, которая у вас. Это, наверное, все, что я хотел рассказать. Какие у вас есть вопросы, может, я смогу на них ответить сейчас. делиться только на территорию России? Нет, нам не важно. Ну, как я говорил, нам, ну, вот если посмотреть на ту миссию, которую я озвучивал, нам не важно, где эти предприниматели появляются. то есть, вот лично я получаю кайф от того, что я знаю, что те команды, которые прошли через нашу программу, да, они стали большими. Вот, ну, для нас это не важно. Спасибо. И, как я сказал, уже ряд вещей. Тот же самый конкурс стартап года, хотя он профессионировался изначально как национальный премий российский. В прошлом году там участвовали команды из и Казахстана, и Белоруссии, и Украины были команды. То есть, тоже из Узбекистана даже были команды тоже. То есть, мы готовы вашу историю тоже подсвечивать. Да. Миш, я думаю, после того, как ты тут десерт озвучил, все сразу захотели, как десерт. Да. Вот, я хочу спросить, ты точно хочешь, чтобы тебя в куварах каждый с одним из теми вопросами было? Или ты может как-то это... Да, я хочу, чтобы каждый меня рвал. Почему? Потому что, я это здесь нигде не говорил. Смотрите, мы сами, как инкубатор, тоже работаем по лин-методологии. И для того, чтобы понять, что нужно вам, да, ну, сейчас мне нужно провести КАСДФ. То есть, мне нужно понять, какой наиболее там, больная проблема есть у вас, чтобы мы свои активности тоже под них расстраивали. Поэтому, я готов общаться с каждым. Для этого есть, не знаю, сколько там, 24 часа свободного времени в рамках четырех дней, наверное. и в любой ситуации вы можете меня по этому поводу дергать. То есть, я готов на это время потратить, потому что мне надо самому сейчас понять, в каком виде это должно все быть. Можно мы тогда в первую очередь саняться? Хорошо. Сейчас время. Хорошо. Пишите, если я знаю. Да. Да. Изначально мы затащивали это под технологические стартапы, но по опыту тех команд, которые вы проходили, разницы особо нет. То есть, если смотреть на этот курс, то он позволяет разложить свою идею на ряд гипотез и протестировать их до момента продаж. И от того, какой бизнес люди делают, это не особо зависит. Как пример, одна из команд, которая пришла к нам на этот квитатив, они в итоге стали делать спортивные сумки. Точнее, не спортивные сумки, а такие дизайнерские сумки, в которых есть отделение для тех, кто увлекается здоровым питанием, туда можно контейнеры кладить. Вот, пришла такая команда. Вышла она с продажами. То есть, я лично у них купил эту сумку. Она не ешево стоила, но мне сама сумка уще понравилась. Я ее взял. То есть, в принципе, не зависит от того, технологический бизнес они делают или нет. То есть, применимо к таким типичным, применимым. Применимо, да. Ну, опять же, это единственная такая штука. К нам в инкубатор тоже часто приходят команды, они говорят, мы хотим открыть, не знаю, кафе. Тут мы обычно не особо помогаем, потому что, в нашем понимании, для того, чтобы открыть кафе, не нужно много исследовать рынок, строить там какую-то бизнес-модель особую и прочее, прочее. Достаточно пойти поработать в кафе, чтобы понять, какие там грабли есть. Найти ресторатора какого-то опытного, который это уже все делал, с ним составить какой-то бизнес-план и запустить. Вот с этими историями мы в инкубаторе не особо работаем. Хоть что-то такое более-менее технологическое масштабируемое, там должно быть. Либо это решение какой-то большой проблемы. Опять же, если смотреть на тех, кто этот курс проходил, там не было такого, что кто-то по кафе делал, но были совсем простые проекты. Один парень, он студент, он открывал точку по продаже концтоваров для других студентов. он был такой. И мы его, он сначала пришел, сказал, мы его отправили к Аздефде, он пришел, понял, что это ему делать не надо. Ну, то есть, такие тоже, в принципе, на со всеми ресторанах бизнесах это тоже работает. То есть, ничего там такого узкого заточества под IT или технологии нет. Но там есть блоки, которые касаются и меньше инвестирования, еще чего-то. Ну, просто, значит, они не особо применимы. Сейчас мы это дело, кстати, с Фаберликом еще дорабатываем, так что это будет заточено еще под USMCG тоже. Осенью. Они с сентября по ноябрь мы будем проводить региональные этапы. надо у Артема узнать. По-моему, еще нет. Механики станины, да? Я думаю, да, заняты. Почери. Нанимай. Вот. Есть еще какие-то вопросы? Нет? Ну, да. А как вы устраиваете с корпорациями отношения? То есть, вы как-то мотивируете прокачивый подводник проект или что в процессе? Окей. Смотрите, у нас недавно совсем был такой хороший опыт. Мы запустили финтех-трек внутри нашего акселератора. Для финансовых стартапов, блокчейна и прочее. Мы тоже кастдевили. Мы сделали презентацию, что мы вот такие-таки, мы сейчас запускаем финтех-трек, вот у нас есть такой опыт. И разослали корпорации местные. Ну, некоторые из них были наши знакомые. Там, в Киеве, в Яндексе у нас никого не было. Ну, ряд корпораций мы закинли узочки и стали с ними общаться. В итоге у нас получилось так, что мы на самом деле сейчас выставили с этими компаниями очень тесное сотрудничество. Они приходят экспертами на наши другие мероприятия. то есть у нас есть опыт работы с финансовыми институтами, банками, Киеви, технологической компанией типа Яндекса, Оракла, Интела. То есть мы с такими компаниями уже работаем. Не всегда с ними работать просто. С российскими компаниями очень сложно. Но опять же я говорил, что пару недель, точнее неделю назад я был на этом мероприятии, там очень полезную штуку сказали, сейчас я буду эти пользователи проверять. нам удается договориться с компаниями, где основатель еще жив и как-то участвует в процессе управления самой компанией. Потому что он сам предприниматель, он понимает, как это сложно, готов как-то сотрудничать. Вот сейчас я буду эту гипозу порабатывать. Сейчас у нас, если говорить о корпоратах порядка 20 компаний разного размера, которые с нами работают. И опять же у них нет какого-то наверное ограничения по тому, с кем они хотят работать. так что у нас такой опыт есть, можем им тоже делать. Здесь те же самые инструменты работают как для стартапов. Я сам был в стартапе, поэтому